Проект СВИТ «Сказки для взрослых и детей» представляет Григорий Неделько «Осквернитель бытия» читает Олег Шубин Проявлением наибольшего милосердия в нашем мире является, на мой взгляд, неспособность человеческого разума связать воедино все, что этот мир в себя включает. Мы живем на тихом островке невежества, посреди темного моря бесконечности, и нам вовсе не следует плавать на далекие расстояния. Говард Филлипс Лавкрафт «Зов к Тулху» Воистину, нет тьмы страшнее, чем тьма, что скрывается в нас самих. Завеса из тумана, дыма и мрака, окутывающая наше бедное сознание, спасительная и губительная одновременно. Завеса, которая ведет нас сквозь жизнь к безумию и гибели. Стоит мне задуматься о произошедшем в красивых и загадочных кавказских горах, как неизбывная дрожь проходит по телу, и всепоглощающий ужас захватывает жалкий бренный разум. История эта, случившаяся совсем недавно, лишила меня сна и обрекла на долгие страдания, а, возможно, и преждевременную смерть. «Однако я должен поведать ее. Обязан, как человек, неравнодушный к судьбе своего и грядущих поколений». Началось все, когда я, молодой, но уже довольно известный писатель, перебрался из своей уютной квартирки в Митино, в заснеженные горы Кавказа. «Не буду точно называть регион, да это и не важно. Смысл моего рассказа вовсе не в том, что тянет нас с Родины на чужбину, не в страхе и даже не в смерти, а в иллюзорности спасения, в невозможности преодолеть события, которые раньше не просто казались нам несущественными, представлялись нереальными. Поскольку я не знал, как добраться до одинокого домика, угнездившегося среди покрытых снегом пиков, меня туда довезли. Одинокий, довольно нервный кавказец, уже не молодой, но еще не старый, сразу заинтересовал меня и характерным для человека его возраста и национальности поведением. Всю дорогу до домика он молчал, если не считать грубо оброненного вопроса, заключающегося в том, зачем я вообще отправился в такую глушь. «Я писатель, — ответила я, — и хочу написать новую книгу, роман на основе произведений Лавкрафта». Нельзя сказать по реакции кавказца-водителя, знал он, кто такой Говард Лавкрафт или нет, только с этого момента он замолчал, будто ему зашили рот, замкнулся в себе и вел машину тихо-тихо, разве что иногда порывисто оглядывался по сторонам. Идея воплотить знаменитые мифы к туху на свой лад возникал у меня недавно. И так мне приглянулось, что я поспешно собрал вещи и двинулся в путь. Долетел частным самолетом до довольно крупного кавказского города, оттуда добрался на арендованной машине до аула, а здесь уже встретил водителя, который согласился не просто показать мне дорогу, но даже следуя исконному кавказскому гостеприимству, довести меня до места. Вот только мне пришлось долго уговаривать нового знакомого и посулить очень хорошую плату, прежде чем мужчина согласился. Никогда прежде не встречался я с проявлением столь глубокого волнения и плохо скрываемого страха у представителя горячей национальности, что всегда славилось храбростью, чуть ли не безрассудством. Сидя в машине, потрепанной ладе, трясясь на кочках и ухабах, я, словно завороженный, рассматривал кружащий за окнами автомобиля снег и, погруженный в грезы, мечтал о своем литературном детище. О романе, сюжетная ветка которого уже выстроилась в моей голове и которой предстояло воплотить на бумаге, точнее, на компьютере. Верный, повидавший виды, ноутбук Asus лежал в сумке у меня на коленях. Я опасался по такой дороге класть его в багажник. Я не заметил, как, несмотря на тряску и не слишком уютную обстановку, погрузился в сон. О, то было странное сновидение. Я даже не сразу понял, что сплю. Что-то размытое, мутное, идущее волнами двигалось рядом со мной. Я не понимал, где нахожусь. Попытался рассмотреть это невероятное существо, то ли стоявшее поблизости, то ли нависавшее надо мной. Но ничего не получилось. Взгляд будто скользил по волнообразному полупрозрачному телу и дальше, мимо, за грань разумного восприятия. Я даже не был уверен, что то именно тело настолько странным, словно бы бесплотным, казалось создание. А затем, внезапно, налетел порыв непомерного ужаса. Я силился осознать, откуда он исходит, однако не мог отыскать источника. И вдруг догадка. Существо рядом со мной испускает эти кошмарные эманации. На миг почудилось, что вот сейчас я рассмотрю жуткое создание детально, во всех подробностях. И это так сильно напугало меня, что я закричал. А после очнулся. Не уверен, кричал ли я в действительности или только во сне. Правда, когда проснулся и посмотрел на водителя, увидел на лице кавказца непонятную гримасу. Уж не тот ли самый едва сдерживаемый страх прорвался наружу. Наконец мы прибыли на место. Водитель неохотно, но при том очень быстро помог вытащить вещи из багажника и занести в дом, который я отпер спрятанным под половицей ключом. Гостеприимство у кавказцев в крови. Этого не выветришь из них, даже если речь о смертельной опасности. Смертельной? Опасности? Подумал я недоуменно и усмехнулся. Да, надо меньше уделять внимания и всякой сверхъестественной жути. И тем не менее, мне еще предстояло писать роман по Лавкрафту. И если бы я знал, к чему приведет этот безобидный на первый взгляд замысел. «Пока же, естественно, уже забыв о недавнем кошмарном сне, я наслаждался красотами и очарованием гор Кавказа. Снег искрился на солнце маленькими звездочками. Морозило, но я был одет по погоде. Пуховик, шапка, валенки, перчатки. Закончив таскать вещи, мы с водителем попрощались. Я расплатился, поблагодарил за помощь, однако услышал в ответ нечто невразумительное. Пожал плечами, наблюдая, как воинственный мужчина спешно садится обратно в машину и уезжает. До нашего путешествия мы договорились, что он сам вернет ладу в каршеринг. Из-за этого услуги водителя-проводника обошлись мне чуть дороже, но я мог себе такое позволить. А вызвать автомобиль, чтобы уехать отсюда, можно и при помощи интернета. Или наверняка у соседей тоже найдется машина. Ладно, впереди еще столько дел, сказал я вслух. Войдя в дом, я наконец-то смог оглядеться. Это было двухэтажное строение с чердаком. Электричество давал переносной генератор. Функцию отопления в основном выполняла довольно старая, но с виду надежная печка. Кровать стояла в той же комнате, что и печь. Там же находились деревянный стол и стул. Я решил, что именно здесь буду писать новый роман. только для начала неплохо бы затопить печь. Чем я и занялся. Дрова были аккуратно сложены в поленнице за домом. Обо всем этом, а также о том, где найти спрятанный ключ, я узнал у одного своего друга. Домик принадлежал ему, но в последнее время пустовал. От поездок сюда друга отвлекали то ли серьезные и многочисленные дела, как он сам утверждал, то ли простое нежелание проводить здесь время, то ли что-то еще. Я не стал разбираться в его пристрастиях, а поблагодарил за предложение пожить в доме месяц-другой и тут же начал готовиться к отъезду. Мне кровь из носу было необходимо вдохновение, иначе целый лавкоровтянский роман не напишешь. А где искать мистическую музу, как не в таком живописном и отдаленном уголке планеты? Снег, уединение, старый быт — все это позволит настроиться на нужный лад. Побываю на хребтах безумия, только без самого безумия шутил я про себя. Итак, печь топилась, я разбирал вещи. В комнате уже можно было ходить без пуховика. На полку над кроватью я стройным рядом выставил книги Лавкрафта, Дерлета, друга и издателя, затворника из Провиденса и других создателей ужасов, когда раздался стук в дверь. Я знал, что где-то неподалеку располагается еще два затерянных домика вроде моего, но ни с кем из местных жителей знаком не был и гостей не ждал. Удивленный пошел открывать. На пороге стоял коренастый человек в пальто и шапке из овечьего меха. Он добродушно улыбнулся, поздоровался и, видя мой вопросительный взгляд, представился. Никита ваш сосед по одиночеству и рассмеялся зычным смехом. Я улыбнулся, тоже назвал свое имя и предложил войти, что Никита немедленно и сделал. Мы расположились в отопленной комнате, когда я из кухни принес второй деревянный стул близнец первого. Никита оказался очень интересным собеседником, увлекался Лавкрафтом и Дерлитом, а также По, Мейченом, Дансене и многими другими. Мой новый знакомец был в высшей степени образованным человеком, настоящим интеллектуалом. Тем более неожиданно и приятно, когда в подобной глуши есть такой сосед. И хотя я жаждал уединения и атмосферы одиночества, не мог отказаться от дружбы и содержательного общения. «Значит, вас интересуют мистические авторы?» спросил я, попивая свежезаваренный черный чай. «Не только», ответил Никита. «Скорее даже они представляют собой дополнение к моему основному интересу, оккультизму. Слышали когда-нибудь о книге под названием «Некрономикон»?» «Слышал ли я?» Я снова улыбнулся. «Это же наряду с Ктулху самые известные детища Лавкрафта, книга черной магии, авторство которой Говард Филлипс приписывал выдуманному им арабу Абдулу Аль-Хазреду». «Выдуманному?» со странным выражением переспросил Никита. «Может, вы измените свое мнение, если прочитаете пару страниц настоящего «Некрономикона»?» «Но этой книги не существует в природе?» «А что, если я смогу убедить вас в обратном?» «Попробуйте. Я никогда не чурался новых знаний. На свою беду согласился я». Мы еще немного поговорили о писателях, о мире внутри человека и вокруг него, о Никите и обо мне, о здешних морозных красотах, а потом гость ушел. Продолжая разбирать вещи, я раздумывал о том, какую книгу Никита принесет мне под видом «Некрономикона», которого, как я знал, наверняка нет и быть не может. Я вообще никогда не верил в потусторонние силы, пусть и связал себя с ними посредством литературного труда. Закончив раскладывать пожитки, я переместился мыслями к вещам более насущным и приземленным, и догадки о странном предложении недавнего гостя начисто выветрились из головы. Весь вечер я был занят романом, включил ноутбук и полностью погрузился во вновь создаваемую историю. Она писалась неожиданно гладко и быстро, чем до крайности меня радовало. ближе к полуночи я остановился на одном из самых увлекательных моментов романа — первой встречи главного героя и ктулху. Захлопнул ноутбук, погасил свет, забрался в заранее расправленную, чтобы нагрелась, кровать и уснул. Сон выдался расслабленным и скоротечным, как бывает после сильной усталости и множества ярких впечатлений. Правда, под утро в мои грезы опять проникло то полупрозрачное мутное существо, которое я увидел по дороге к месту моего нынешнего обитания. Что это создание уже встречал в долине сновидений, я понял не сразу. Вначале чудилось, что стою словно завороженный, загипнотизированный и смотрю в никуда. А затем, совершенно внезапно, оно выплыло точно бы из пустоты или из-за грани, которую не рассмотреть, оттуда, где меня никогда не было, да и быть не могло. Размытые контуры чудовища постепенно складывались в общую картину. Я узрел нечто похожее на жвала или клыки, небольшую круглую голову, длиннющую шею, крылья, как у стрекозы. Чудище повернулось ко мне и, кажется, собралось что-то произнести. Волна страха неудержимо прокатилась по мне. Я снова захотел крикнуть, чтобы постараться вырваться из этого кошмара, разбудить самого себя или, может, статься отпугнуть монстра. Наивный. Мог ли я заранее знать всю чудовищность происходящего? Неописуемая, блеклая, подернутая рябью пасть существа раскрылась. Я стоял тоже разинув рот, но молча и больше того задыхаясь. А потом меня пробудил ото сна стук во входную дверь. Я вскочил на кровати не в силах до конца превозмочь пережитый ужас. Какое-то время потребовалось, чтобы прийти в себя. В дверь снова постучали. Я встал, оделся, попутно глянув на висящие на стене привезенные из Москвы часы. Стрелки показывали десять утра. Довольно позднее пробуждение удивило меня. Никогда раньше, невзирая даже на утомленность, я не спал столь долго. Когда постучали в третий раз, по-прежнему аккуратно, но настойчивее, чем прежде, я открыл входную дверь. На пороге мой давешний знакомец Никита в той же самой одежде. Рука в варежке прижимает к боку какой-то сверток. Никита пожелал мне доброго утра, и я ответил тем же и отошел в сторону, уступая дорогу. В комнате гость положил принесенный сверток на стол рядом с ноутбуком и сел на стул. Я тем временем подбросил заранее приготовленные дрова в печь. За ночь дом подморозило. Закончив с этим, сел напротив Никиты. «Помните наш недавний разговор?» спросил он, и, не дожидаясь моего ответа, стал разворачивать сверток. Под слоем оберточной бумаги пряталась книга. «Я впервые в жизни видел столь необычный и настолько отталкивающий талмуд. Весь потертый, будто сальный, непонятно, но почему-то однозначно неприятного темного цвета. На обложке ни имени автора, ни названия труда. Страницы толстые, янтарно-желтые, загнувшиеся. А вы говорили, его не существует, довольно сказал Никита. Что это? недоуменно поинтересовался я. Хотя уже знал ответ, просто не мог в него поверить. Некрономикон буднично произнес мой утренний гость. Не желаете взглянуть? Превозмогая недоверие и отвращение, я придвинул книгу к себе. Если то, что говорил Никита, правда... Да вы не пугайтесь, напутствовал собеседник и рассмеялся. Смех отразился от пустой комнаты и прозвучал едкой сатирой над самим собой. Книга не сделает плохо тому, кому она нужна. А конкретно эта книга? Любая. Я провел рукой по шершавой обложке того, что Никита заименовал некрономиконом. Ощущение мерзости усилилось. Обложка сделана из жил, поспешил уведомить сидящий напротив креностый мужчина. Я непроизвольно отдернул руку. Никита снова рассмеялся, и на сей раз возвращенный смех показался не пародией, а угрозой. Я постарался отбросить чуждые мне мрачные и пугающие мысли. Из каких жил, уточнил я? Из свиных? Никита помолчал несколько секунд. Может, и из свиных, наконец, произнес он. Превозмогая безотчетный страх, я перевернул обложку и тотчас отшатнулся. С первой же страницы на меня глядела помещенная в пентаграмму чья-то омерзительная ужасающая рожа. Толстые рога, мелкие глазки, челюсть, как у козла переростка, свинячий пятак. Не могу сказать, что я не узнал изображенного. Портрет козломордовым был выполнен в красных тонах. Это что? Я сглотнул и только тогда продолжил. Кровь? Никита отмахнулся. Должно быть красная краска. Ошеломленный, я переворачивал страницы чудовищного издания и рассматривал изображенную на его страницах разномастную нечисть. Под рисунками уродов находился текст, но я не мог разобрать ни слова из этих каракулей. Тарабарщина, подумал я, скорее, чтобы убедить в этом самого себя. Я знал, что некрономикона не существует, знал. Но что же тогда лежит передо мной? И если Никита не врал... Ладно, изучайте, а мне пора, сказал гость и встал со стула. Занесете как-нибудь на неделе. Я живу неподалеку, как вы знаете. Он уточнил, где именно. И ушел. А я продолжал, словно под гипнозом, листать страницы богомерзкой книги, не в силах ни закрыть ее, ни оторвать взгляда. Когда последнее мне все же удалось, и я посмотрел на часы, они показывали время обеда. Поев и помыв посуду, я снова взялся за написание романа, но перед этим отодвинул подальше, на самый край стола, так называемый некрономикон, и старался даже не смотреть в его сторону. С творчеством на сей раз не складывалось. Проработанный сюжет никак не желал превращаться в слова. Я еле-еле осилил пару страниц, а когда взглянул на настенные часы, поразился. С того момента, как сел за ноутбук, прошло аж шесть часов. Голова ныла, нужна была передышка. Одевшись потеплее, вышел на улицу, проветриться, полюбоваться красотами, подумать. Но почему-то, какую бы тему не избрал я для своих рассуждений, мысли неизменно возвращались к лежащему на краю стола некрономикону. Я сам не заметил, как стал называть его этим богопротивным именем, будто бы больше не сомневался в его истинности. Или в самом деле верил, что книга, которую принес оккультист Никита, та самая? Повторяя про себя, что это невозможно, что это какой-то дикий розыгрыш и что никакой Никита не оккультист, а в лучшем случае весьма экстравагантный человек, я вернулся домой. Попытался снова засесть за роман, но тот, точно заговоренный, не желал из-за думки воплощаться в реальность. Я поужинал, побродил по дому, даже залез на чердак, но ничего интересного там не нашел. Вернулся в обогретую комнату, посмотрел на часы. Пол десятого вечера. Рановато ложиться спать. Тогда я, раздевшись, собрался в кровать с первой попавшейся взятой с полки книгой. Не могу вспомнить, кого читал. Вроде бы какого-то не очень известного автора, придумавшего стилизацию под Лавкрафта. Может, задумка с реализацией и были занятными, однако разобраться, что происходит на страницах книги и почему, оказалось категорически не под силу. Мысли витали далеко за пределами понимания и привычного мира. я не заметил, как закрыл глаза и уснул. На этот раз чудовище не пряталось. Колоссальное и тошнотворное в своем полупрозрачном, покрытом рябью обличии, оно глядело прямо на меня, не отрываясь, не мигая. Да и могло ли оно мигать? Кажется, у чудовища не было зрачков. Зато были жвало-клыки, теперь я это точно рассмотрел. Огромной длины, тонкие, острые, растущие точно бивни у мамонта, только повернутые под более тупым углом к челюсти. морда же. Она словно была и будто ее не существовало. Помигивающая и то уплотняющаяся, то становящаяся тлетворной, она в упор рассматривала меня громадными слепыми глазами. Да, в глазах этих не просто отсутствовали зрачки. Два белесых овала взирали как бы из иной реальности, пронзая ее и пробираясь сюда, в наш мир, в нашу действительность. Пронзающая реальность. И только эти два слова пришли мне на ум, как жуткая пасть монстра раскрылась и исторгла вой, подобно которому не способно издать ни одно животное на земле. Это был даже не вой, а невообразимая смесь звуков, и слышимых мной ранее и абсолютно незнакомых. Скрежет, рев, шорох, рык, шелест, мычание и что-то еще. Много чего. А самое главное и самое ужасное мне почудил со смысл в этой ужасной какафонии. Я не смог разобрать, чего оно от меня хочет, вероятно, на собственное счастье. О том, чтобы закричать, не шло и речи. Я застыл, заморозился, будто облитый жидким азотом. Все процессы внутри организма прекратились. Хотел бы сказать, что я старался пошевелиться, разбить оковы, сбросить страшную магию, но самое кошмарное, что я даже не пытался. Просто стоял и неотрывно глядел на свою смерть, пока она подбиралась ко мне. Да, я знал, чувствовал, что стоит существу коснуться меня, и я умру. И ничего не в силах был с этим поделать. Что-то с оглушительным грохотом рухнуло на невидимую несуществующую землю. Я подскочил в кровати и только тогда понял, очнулся, спасен. Но отчего? От обычного сна? Мне казалось, я схожу с ума. Я поглядел на пол и увидел источник шума, упавшую книгу со сборником рассказов, которую читал перед сном. А потом мой взгляд заскользил по одеялу и глазам предстала необъяснимая картина. На животе у меня раскрытая лежала другая книга книга с тошнотворной темной обложкой. Непогашенная лампа давала достаточно света, чтобы рассмотреть изображенные на толстой желтой странице. И все же, не желая верить в происходящее, я потянулся и, пересилив отвращение, взял книгу в руки. Некрономикон, если это был он, словно бы общался со мной. И случилось нечто иное, но не менее странное и страшное. На одной из раскрытых страниц, а именно на правой, красной краской или, возможно, кровью, была детально изображена круглая голова со стрекозоподобной мордой, слепыми глазами и длинными острыми бивнями. А на странице слева, за главными буквами, предельно четко, почти каллиграфическим почерком, автор рисунка выявил имя. Я знал это, несмотря на возраст Талмуда и стилизацию надписи. Хотя, полагаю, никакой стилизации не было, потому что в моих руках действительно находился некрономикон. Тот самый. Птеронавтиан. Вот что прочитал я. Заснуть той ночью я больше не мог. Включил ноутбук и, благодаря спутниковому интернету, провел несколько часов за поисками. Искал информацию о Птеронавтиане, о том, кто это такой, откуда взялся, на что способен. Стоит ли говорить, что все мои усилия не дали никакого результата. Вымотанный я лег на кровать. «Встречал ли я подобного монстра на страницах произведений Лавкрафта?» рассуждал я, отрешенно глядя в потолок. «По-моему, нет». «Или?» «А может, кто-то иной писал о нем? Друг или последователь Лавкрафта?» Я напряг память, но это также ничего не дало. Тогда я вскочил с кровати и стал одну за другой доставать книги с полки и просматривать их. Если ничего не находил, бросал книгу на кровать и брал следующую. В итоге их скопилась целая гора. Обессилев от усталости и отчаяния, я сел на стул и закрыл лицо руками. За окном светило утро, раздался стук в дверь. Я догадывался, кто это. Не знал только, зачем он пришел. И действительно то был Никита. Я посмотрел на его лицо и ужаснулся. Белый, как укрывший все вокруг снег, с мешками под глазами, с трясущимися губами. Думаю, я сам выглядел немногим лучше. Вы за книгой? спросил я, чтобы хоть что-нибудь сказать. Можно войти? Я молча пропустил его внутрь. Оказавшись в комнате, Никита первым делом нашел взглядом некрономикон и схватил его с таким видом, словно брал в руки ядовитую змею. Отважно, спасая жизнь другого, но понимая, чем это грозит ему самому. Некоторое время стояла тишина, прерываемая лишь тиканием часов и трещанием дров в печке. Затем Никита проговорил «Дубровские». «Дубровские». «Дубровские?» растерянно переспросил я. «Наши соседи. Такие же, как мы, отшельники. Семейная пара. Кроме них и нас тут рядом больше никого», сбивчиво объяснял Никита. «Понимаю», проронил я, хотя ничего не понимал. «Они живут, он сказал, где?» «Вернее, жили. Они им. Я вчера гостил у них. Был прекрасный вечер, вкусный ужин». Никита говорил отрывисто и не очень внятно. «А потом утром они упали вдвоем, разом». «Сердечный приступ». он замолчал. «Я не знал, что сказать на это». «Я должен избавиться от нее», тихо произнес Никита. Он не объяснил, отчего, до этого и не требовалось. «Кто такое Птеронов Тиан?» «Неожиданно, даже для самого себя спросил я». Глаза Никиты округлились от ужаса. Еще пару секунд он стоял на месте, остервенело, сжимая некрономикон в руке, а потом, точно в порыве безумия, бросился прочь. Я хотел что-то произнести, но язык точно прирос к небу. В горле пересохло. Я не верил, не верил в случившееся. Этого не может быть. Это невероятно, нереально. Это неправда. И тем не менее все происходило именно так, а не иначе. И происходило со мной. Крик с улицы вывел меня из-за цепенения. Я выскочил наружу, как был, без пуховика, шапки и прочего. Налетел морозный порыв, но я его почти не почувствовал. Я смотрел на Никиту. Он лежал навзнич на снегу, рот открыт в беззвучном крике, руки сведены судорогой. Я подбежал к неподвижному телу, приложил руку к груди несчастного. Сердце не бьется. Попытался сделать искусственный массаж. Это ни к чему не привело. Никита просто умер. Внезапно. непредсказуемо. Так бывает и не столь уж редко. Может, у него оторвался тромб. Врачи наверняка скажут нечто подобное, когда приедут. Но они не знали всего остального. А я знал. Однако я не был настолько глуп, чтобы рассказывать им о книге. Книга! Я подхватил ее, лежавшую на снегу, и метнулся обратно в дом. Вместо того, чтобы вызвать по интернету врачей из ближайшего поселения, открыл печь и уставился на огонь. Горячее, обжигающее пламя, будто собиралось мне что-то сообщить. Полная противоположность морозному холоду. Она успокаивала, дарила надежду. На что я рассчитывал? Зачем я это делал? Я не понимал и не мог понять. Просто к тому времени я уже не управлял собой. Я размахнулся и бросил некрономикон в огонь. Жгучие оранжевые языки взметнулись, поглощая новую пищу. Я закрыл дверцу печи и только сейчас бросил за к ноутбуку. Попытался вызвать скорую, но отчего-то интернет не работал. Сначала я нажимал на клавиши, потом давил на них, затем начал по ним бить. Я хотел расколошматить это чертово устройство вместе с дурацким романом. Я проклинал мир, несправедливость, жизнь и смерть, лавкрафта и некрономикон и птеронавтиана. Конечно, его тоже, ведь именно он причина всего, именно он. Он. Комната загружилась перед глазами, ноги стали ватными. Я пошатнулся, попытался уцепиться за край стола, но не получилось. И я рухнул. Может быть, ударился головой. Не знаю. Однако я тотчас потерял сознание. Все схлынуло. Боль, отчаяние, страх. Все смыло благодатной волной бесчувственности. А затем вой, который не являлся воем, потряс мироздание, мое личное и всеобщее. Я оглянулся и увидел знакомую стрекозью морду. Абсолютно четко, как в реальности. Или то и была реальность, просто пронзенная, оскверненная. Птеронов Тиан оскалился и опять разъявил зубастую пасть. Вой, еще сильнее предыдущего, прокатился внутри темного пространства, где мы находились. Но это было что-то вроде циклопических размеров пещеры, освещаемой неведомо чем. И, не могущий ни крикнуть, ни испугаться, ни даже умереть, я сделал единственное, на что оказался способен. Побежал. Побежал прочь от белесой полупрозрачной морды, заранее зная, что мои попытки обречены на провал. Птеронов Тиан, бесшумный, как гибель, скользил следом. Сначала я оглядывался и видел, что он всегда на одном и том же месте, будто преследуя застыл, заморозился в действительности. Потом перестал смотреть за спину. Птеронов Тиан быстр, крайне быстр. Я догадывался, ощущал это. Мне не надо было ничего объяснять, все стало ясно, как божий день. Вот только на смену этому дню пришла дьявольская ночь. В памяти тут же всплыла рогатая морда. То ли козлиная, то ли свинячая. Он отвлекает меня. Хочет, чтобы я потерялся, замешкался, остановился, и тогда... Нет, я не собирался давать ему такой возможности, по крайней мере, настолько легко. Я бежал, мчался сквозь нечеткое мироздание. Реальности возносились к неведомым небесам и рушились в адские глубины, пока я двигался мимо них. Быстрый, точно, ураган. Я пытался прятаться в прорехах, но Птероновтиан неизбежно находил меня. Пронзал очередную реальность, загрязнял, осквернял ее и дотягивался до меня. И все же в последний момент мне удавалось вырваться. А потом я забежал в тупик. Высоченная, выше самого высокого небоскреба стена преградила мне путь. Вначале я коснулся препятствий руками, чтобы убедиться в его плотности, а после развернулся. Он был уже здесь и глядел прямо на меня, в меня. Снова вой. Птероновтиан разъявил пасть, его клоки бивни удлинились и потянулись ко мне. Но что странно, я смотрел на творящиеся со мной, с моей жизнью и реальностью, с моим миром, совершенно отстраненно, без страха, без сомнений, вообще без каких-либо чувств. Тогда еще я не понимал, почему это происходит. И острый клык пронзил мою грудь, вышиб из меня дух. Душу. Я сел, упал, потерял сознание или напротив наконец очнулся, или я не понимал, не понимал. Человек в белом халате склонился надо мной. Как вы себя чувствуете? Я должен был бы чувствовать себя напуганным, но нет. Ни страх, ни изумление по-прежнему не владели мной, хоть я и вернулся из мира Птернафтиана. Зато теперь я все понял. О, да, истина раскрылась передо мной, и я постарался донести ее до человека в белом и остальных тех, кто пришел с ним. Приподнявшись на постели внутри той комнаты, где, кажется, не так давно потерял сознание, я заговорил. Это Птерна... на... он... это его... его усилиями... он... причина. Он... успокойтесь, сказал врач. Теперь все хорошо. Вы испытали сильнейший стресс. и в сторону. Наверное, тот умер на его глазах. Тот? Никита? Да-да, он... Я снова пытался достучаться до врачей, однако они не слушали. Не хотели слушать. Не могли. Птернафтиан и это предусмотрел. Он все сделал для себя как нельзя лучше. Для себя и для меня. Как эти люди оказались здесь? Их тут просто не могло быть. Значит, это Птернафтиан. Это он. Валера, где успокоительное? Сейчас мы сделаем укол, и вам сразу станет легче. Они не слушают. Они не способны услышать. В моем сознании отдаленный, но по-прежнему узнаваемый прозвучал отвратительный, кошмарный вой пронзающего реальность чудовища. Они сказали, что их вызвал кто-то из соседей. Я им не верил. Это ложь. Все, кто жил здесь, мертвы, кроме меня. Интернет не работал, сотовая связь тоже. Кто же позвонил? Никита! Сомневаюсь. Он был слишком напуган и растерян. Я так и заявил. Но они пропускали мои слова мимо ушей и продолжали убеждать меня, что все дело в стрессе, да к тому же я ударился головой о спинку кровати, когда падал. Меня вернули домой. Я не помню, как это было. я вообще мало чего помню. Пью какие-то таблетки, но они не помогают. Неужели что-либо может излечить не от безумия, нет, от реальности? Они объясняют то, что случилось со мной множеством причин, одна смехотворнее другой. Незнакомая обстановка, перепады давления, переутомления, стресс, нервный срыв, травма, психоз. Но я не слушаю их, конечно, не слушаю, как они не слушают меня. Они попросту не могут знать истинной причины, не в силах постичь ее, а постигнув сохранить разум. впрочем, тоже относятся и ко мне, безусловно. Например, иногда я забываю, как меня зовут, а когда вспоминаю ночью посреди очередного кошмара, то вскакиваю на кровати и кричу от ужаса. Я безумно боюсь потерять рассудок, хотя они говорят, что это один из первых признаков сумасшествия. Да, меня уверяют, что ничего не было, что все сон, бред, галлюцинации, что нет в дальних, невыразимых пределах вечных богов, непобедимых древних, и что если и стоит мне с чем-либо бороться, так это собственным помрачненным рассудком. однако я не верю им, не верю никому и самому себе в первую очередь. Я все еще могу писать и пишу о нем, о Птероновтиане, о том, кто приходит ко мне по ночам, чтобы мучить и обучать. обещать и выполнять обещанное, изменять меня и подталкивать в нужном направлении. Я общаюсь с ним не так, как привыкли люди. Я не способен объяснить иначе, просто потому, что вы не поймете, не поверите, может быть, прочтете, но пройдете мимо. Я это знаю. И он знает. Вот что главное. Только это и важно. Птероновтиан все рассчитал правильно. Он хитростью пробрался в наш мир и не собирается покидать его. А кто мы такие, чтобы противостоять осквернителю бытия, тем более, что богомерзкий некрономикон сожжен в печи. Я пишу, хожу по магазинам, ем, сплю, делаю все, что делают обычные люди. И вместе с тем я не зомби, я хуже. он направляет меня. Теперь он это я, а я это он. Не верите? Читаете и не верите? А помните, как у людей ни с того ни с сего останавливается сердце? Причина он или кошмарные непонятные сны, неизвестно откуда и зачем берущиеся? Как вы думаете, кто насылает их и зачем? Или разрушительные научные открытия, без которых мир был бы лучше, чище, добрее? Зло и мстительность даже у маленьких детей, мировые военные и погодные катаклизмы и многое иное. Нет числа и границ его делам, равноспособностям и коварству. Птеронавтиан. Вы думаете, что сами управляете своими судьбами, что вы оригиналы, а не отражения? Вы думаете? Вы думаете? А он смеется. Мы смеемся. Я и он. Тот, кто когда-то был человеком и тот, кто никогда им не будет. Возможно, в один счастливый день смерть освободит меня от служения великому злу, возможно, мне удастся одолеть проросшие внутри собственной души семена разрушения и тьмы. Возможно, Птеронавтиан уйдет. Возможно. Но это не значит, что он не отыщет кого-то другого, более подходящего, более смелого, более сильного, того, кто поможет осуществить его замысел. И тогда надежды уже не будет, ибо он Бог, а значит, бессмертен. И однажды может настать момент, когда ему не потребуются помощники и слуги. Непременно настанет, и если все будет продолжаться, как он задумал. Каждый раз, ложась спать, я повторяю это, как мантру. Я верю, надеюсь, хочу бороться, несмотря на невозможность победы, разве только освобождение. Днем, видя все происходящее в свете солнечных лучей, наблюдая злодеяния моего близнеца и хозяина в те минуты, когда он еще не столь силен, надежда не оставляет меня до конца. Но приходит ночь, и мизерная вера в счастливый исход, испаряется точно раскаленная вода, пожираемая ненасытным пламенем, и время исчезает в пустоте и мраке бездны, и я падаю в объятия всесильной тьмы, чтобы любить ее и служить ей, любить и служить. Ночью в царстве Морфея, брата моего хозяина, в окружении смерти и слепоты, безысходности и неизбежности там кричу, кричу, кричу я во весь голос и беззвучно, призываю его, моего владыку, существующего по обе стороны реальностей, невидимого и вездесущего, всемогущего Птеронофтиана, которого не осмелился изобразить даже сам великий Лавкрафт, болезненный и безрассудный гений. Даже он, понимая всю грозящую ему опасность, не рискнул описать всего титанического кукловода, жреца гиблых душ, жнеца гнилых жизней, величайшего Птеронофтиана, пронзающего реальность, исконного ненавистника и осквернителя бытия. Когда-нибудь я умру, когда-нибудь все мы умрем, но для безрассудных порождений мрака, тех, что чернее самой ночи, жизнь человечества сродни ничему, пустоте. ничтожной малости, одинокому атому, затерянному в безбрежности и морозности бесконечного, безграничного космоса. Январь 2024 года. Вы слушали рассказ «Осквернитель бытия». Автор Григорий Неделько. Запись произведена в рамках проекта «Свид» «Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2024 году. Читал Олег Шубин «Свят 橋» «Свят «Сказки» «Сказки»